Филиал национального центра качества возник в 2019 году на базе Облжол Дуарлаборатории, которая сама организовалась в 2006 году. В связи с тем, что финансирования в начале дорог было мало, потом финансирование пошло, вопрос возник по качеству автомобильных дорог. Соответственно, такая служба была организована в начале предварительно 2006 года, а потом функции в 2019 году наименование поменяли. Во-первых, это было раньше республиканское государственное управление, а потом сейчас стало республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения. То есть функциональные возможности филиала расширили. То есть если раньше только занимались экспертизой качества работы материалов, то в связи с организацией национального центра качества народных активов передали функцию, значит, в начале функции ведомственной экспертизы по среднему ремонту, проекта среднего ремонта по дорогам общего пользования, то есть по всей республике. Потом также, значит, функцию диагностики и паспортизации автомобильных дорог. Ну, то есть, допустим, диагностика – это… То есть в каждом филиале есть специальный дорожный комплекс, который оснащен, значит, камерами, телеметрией. Значит, машина на ходу едет, снимает всю дорогу, параметры дороги. Ну, соответственно, на колейность проверяется, на наличие трещин дорожного полотна. Также, значит, неровности различные. Все это фиксируется в автоматическом режиме, потом обрабатывается. Значит, и согласно, значит, показаниям вот этой передвижного дорожного лабораторного комплекса, значит, назначаются виды ремонта. Допустим, ну, допустим, средний ремонт через два года или через три года, а может, через пять лет. Это в зависимости от состояния дороги. Может быть, даже капитальный ремонт, там, реконструкцию, значит, на основе вот этой диагностики. Ну, также в функцию введена, значит, наша филиала, значит, паспортизация дорог. То есть, допустим, все дороги, которые существовали с момента Советского Союза, они по старым паспортам, значит, по так называемый титульный список автомобильных дорог, допустим, области, он не соответствует фактической действительности, потому что, ну, в связи с тем, что сейчас, по данным GPS, уже точнее километраж ставится, ну, допустим, простой пример, подъезд к селу Шаховскому в прошлом году, значит, производили замер, значит, там по паспорту он 12,5 километров, а фактически 14 километров 458 метров. Значит, это уже точно по GPS, по данным, ну, короче, по ПДЛ, который, передвижный дорожный лабораторный комплекс, с него снял это все полностью. Вот, по его данным, получается, точный километраж дороги. Значит, как бы экспертизу ведомственную, которую делаем по среднему ремонту по республике, значит, тоже, допустим, при проектировании возникает много ошибок, которые наш филиал проверяет, значит, на комплектность, на соответствии стандартов республик Казахстан и СНИПов, строительные нормы и правил. Значит, то есть какие-то пункты добавляет, какие-то пункты убирает, значит, ну, в основном проектанты всегда проектируют, ну, на большую сумму, как бы старается, ну, раздуть смету и так далее. Значит, ну, у нас есть жесткие правила, которые регламентируются комитетом автомобильных дорог. Значит, согласно этих правил и, значит, стандартов республик Казахстан, за прошлый год, значит, нами, нашим, как бы, центром качества по республике отклонены, значит, заявки на сумму более 6,5 миллиардов тенге. Ну, сейчас с каждым годом на ремонт дорог, значит, по посланию президента республики Казахстан, значит, к 2025 году, значит, должны быть, значит, в удовлетворительном и в хорошем состоянии дорог, республиканского значения должно быть привести к 100%. Ну, областные чуть позже, а районы тоже так же. Значит, с каждым годом выделяется очень много средств, ну, если, допустим, взять, ну, например, город Петропавловск, в прошлом году ремонтом было охвачено 37 улиц, на этот год запланировано 44 улицы, то есть сумма, соответственно, будет больше выделяемая, и, соответственно, улучшается, значит, дорожная, уличная, дорожная сеть города Петропавловска, ну, соответственно, будет пользователь дорог, будет рада этому. Также у нас, начиная уже два года подряд, выделяется очень много средств на уличную дорожную сеть по районам области, по поселкам, значит, очень большая работа проводится. Значит, есть поселки, которые никогда не были в покрытии, в асфальтовом, их сейчас, как бы, приводят в нормальное состояние. Ну, качество работы, соответственно, у нас, как бы, если основная масса подрядчиков имеет достаточный опыт, достаточную, ну, как мы говорим, квалификацию и энерговооруженность, то есть наличие техники, специальный кадровый состав и так далее. Ну, есть такие подрядчики, которые имеют достаточно большой опыт и технику, соответственно. Ну, и, соответственно, у них качество работы выше. А есть, нерадивые, конечно, есть подрядчики, которые тендера выигрывают, но, допустим, у них недостаточное количество техники, квалифицированный кадр, соответственно, там качество хромает. Ну, если по прошлому году, где-то ориентировочно по дорогам республиканского значения, где-то процент, значит, некачественных исследований лабораторных, то есть это, соответственно, там, допустим, инертные материалы, значит, допустим, испытания кернов, которые, ну, с покрытия снятые там, ну, где-то ориентированно 10-12% было тех, которые замечания были поставщикам услуг, то есть подрядчикам предъявленные. Они все были устранены в срок, как бы потом есть у нас параметры, допустим, по дорогам, где проводился средний ремонт, гарантийный срок эксплуатации 2 года после завершения, значит, ремонта, значит, в течение двух лет подрядчик безвозмездно устраняет все возникшие в процессе эксплуатации, значит, какие-то там несоответствия, там, недочеты, там и так далее, потом в процессе возникает, допустим, какие-то трещины, там и так далее, просадки, это все подрядчик сам устраняет. Также есть дороги, которые проходят капитальный ремонт или реконструкция, на них гарантия 5 лет распространяется. Ну, по дорогам областного значения у нас по прошлому году ориентированно где-то 36% было таких, как бы, некачественных исполненных работ, но тоже по ним работы ведутся, значит, этот год устраняется, определенные какие-то там дороги, да, почему имеет непосредственно, значит, период паводковых работ, значит, у нас было, значит, 5 дорог, значит, те, которые были потоплены, которым проезд не был, значит, ну, это, допустим, самый простой пример, дорога А-16, Десказган-Петропавловск, это район села Покровки, значит, там впервые за всю историю, значит, Ишим разлился до такой степени, что затопило дорогу, и перелив произошел, соответственно, как бы там для того, чтобы быстрее прошел перелив, дорогу раскопали, значит, после того, как перелив произошел, значит, его, вот это место прорыва, значит, его засыпали там полностью, ну, устранили, проезд дали, и в этом году там, поэтому, по этой дороге запланирован средний ремонт, соответственно, подрядчик эту дорогу приведет в надлежащее состояние, также по другим дорогам, где у нас возникали переливы, там, где подмывали обочины, там, ну, вот все работы ведутся, все, как бы, исправятся, да. Кадровый вопрос решается, значит, таким образом, что, значит, мы ведем профориентационную работу, значит, по, значит, по посещению, значит, школ, колледжей, институтов, университетов, значит, у нас программа, значит, 2000 школ, в течение года должны мы пройти по республике Казахстан, и, соответственно, занимаемся профориентационной работой. На данный момент у нас, значит, два студента прошли практику в нашем филиале, значит, один до сих пор, как бы, трудится у нас, и, соответственно, после завершения обучения мы планируем таких вот студентов привлекать в наш центр. На данный момент у нас два, которые окончившие студента, как бы, после прошедшей у нас практику, они у нас, как бы, работают. Ну, вот, если взять в целом по автодорожной отрасли, там очень много, значит, узких специалистов, специалисты нужны, это, допустим, значит, машинисты асфальтоукладчиков, это очень такой, да, ну, как бы узкоспециализированный специалист, значит, со своей спецификой работы, ну, машинисты автогрейдеров, машинисты катков, мастеров не хватает, не хватает гидезистов, значит, ну, очень много перечень, если перечитать, там приличный перечень, ну, над которым, как бы, наше государство работает сейчас, на данном направлении, значит, очень много выдается грантов по республике Казахстан, то есть целью привлечения студентов. Продолжение следует...